Маски, рации и хитрый план против одной бабушки. Как бизнесмен рассчитывали решить финансовые проблемы с помощью пенсионерки? Почему в рязанских квартирах шубы, деньги, драгоценности выглядят привлекательнее? Задержана банда грабителей из Москвы. Абсолютная монархия, поклонение царю и вместе с тем надежная крыша. В Касимовском районе десятки жителей поддались чарам псевдорелигиозной организации. Если в 90-е новоявленные бизнесмены отнимали деньги друг у друга, то сегодня они грабят беззащитных пенсионеров. К счастью, 75-летняя жительница города Скопина отделалась только испугом. Бабушка рассказала полиции, как в один из вечеров к ней ворвались трое рослых грабителей. Один высокий от летического сложения схватил старушку и угрожал расправиться с ней, если та не отдаст накопление. В это время второй обшаривал комнаты. Сообщник ожидал сигнала в автомобиле. Он говорил, нам ничего не надо, то есть, ну, там, где у тебя деньги? Она говорила, что-то там про пенсию, как 20-25 пенсии, что-то у меня ничего нет, что-то кошелек там. Подъехали сюда, да и все, зашли к бабке. Ну и все, хотели залезть к ней, просто залезть через окно. Получилось так, что зашли обычно. В чем заходили-то? До маски зашли, да и все. Вы в Москву не брали? Докупили. Пенсионерку выбрали не случайно. Незадолго до происшествия один из участников преступной группы, 27-летний Скопинец, выполнял в ее доме ремонтные работы. В момент расплаты за услуги мужчина заметил несколько крупных банкнот и предположил, что в доме есть и другие сбережения. Наблюдением поделился с 31-летним приятелем. Тот, в свою очередь, привлек еще одного подельника. Предполагалось, что большая сумма будет. Но я тем самым думал, что как-то решу. Частично, потому что мой вопрос, то есть мои долги, они намного больше даже. Ориентировку на подозреваемых разослали всем патрулям и постам. И уже через несколько минут на выезде из Скопина полицейские остановили на марку грабителей. Нужно отдать должное мужеству пенсионерке, которая до последнего стойко повторяла, денег нет и не будет до пенсии. Добычей молодых людей стали 750 рублей. Маловато для погашения долгов, тем более, если делить на троих. Все участники разбойного нападения уже были судимы ранее. Еще одну банду грабителей полицейские задержали уже в Рязани. Подельники специализировались на квартирных кражах. Сами участники уголовного дела оказались москвичами, но воровать у столичных жителей не решились. Слишком уж много камер видеонаблюдения, признались они на допросе. Старшему из задержанных 31 год, младшему 27. Ранее они уже были судимы за хищение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность злоумышленников кражей с квартиры на улице Быстрецкой, совершенной еще в конце декабря. Потерпевших могло оказаться и больше. Несколько раз грабителям пришлось уйти ни с чем. То соседи спугнули, то дверные замки оказались чересчур замысловатыми. Ну открывали, сломали личинку и все. Ну открыли, ну дверь. Что брали в квартиру? В квартиру брали шубы и золото. Куда похищены сдавались? В Москве сдавались. По окнам посмотрели, темные окна. Легко замки сломать и все. И так шли. Ну прозванивали, соответственно, нет никого дома и шли. Сколько квартирных краж вырезали, вы совершили? Ну три получается, в которые проникли. Остальные так, вот за дверь покрутились. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанной троицы к другим аналогичным преступлениям. А дети-то есть? Беременна, да. На штом есть. Чего ж ты наделал-то, пошел? Дурак. Обилие новостроек в какой-то мере облегчает работу грабителей. Соседи практически не знают друг друга. Люди, в принципе, перестали обращать внимание на то, что происходит у чужой входной двери. А между тем, стоит знать, что большая часть – это воры-дилетанты. Примерно 54%. К этой группе относятся подростки, наркоманы, бомжи и воры по случаю. Они идут на дело исключительно спонтанно и по обстоятельствам. 32% – воры-любители, практически романтики, заглядывают в чужие квартиры время от времени, как красивым девушкам. И это впечатление легкости очень обманчивое. Они специально выбирают новый объект. Самая опасная группа – воры-профессионалы. Долго прицеливаются, часто действуют по наводке, изучают привычки хозяев и, как правило, до зубов снабжены арсеналом отмойчик. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая – три. Самый наглый вид квартирных краж в преступном мире получил название «С добрым утром». Представьте себе картину. Раннее утро хозяева спят. Преступник подбирает ключи от входной двери, проникает внутрь и берет то, что находится в пределах моментальной досягаемости. Шубу с вешалки, лежащую в прихожей сумку-барсетку, кошелек из куртки, дорогой смартфон и так далее. Вся процедура занимает не более двух-трех минут, не считая борьбы с дверным замком. И это самое трудное. Ведь действовать необходимо бесшумно. Вот почему наши пенсионеры до сих пор больше доверяют обыкновенному шпингалету. И до сих пор никто не придумал, как бороться с форточниками. Очень часто опытные воры привлекают к этому грязному делу подростков. Они более гибкие и миниатюрные. Вывод. Хороший замок может спасти от вора-дилетанта. Очень хороший в редких случаях остановит вора-любителя. Вы зададите резонный вопрос, есть ли замок, способный устоять перед домушником-профессионалом. К сожалению, его нет. Как нет и точного совета, где надежно спрятать деньги в квартире. Мыслите оригинально и помните слова Журжа Милославского. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Приманкой для домушника может стать и безобидное объявление в газете о продаже чего-либо. Ведь мы оставляем время, в которое нам удобно звонить. За личиной незнакомых сантехников, рекламщиков, страховых агентов и вовсе может скрываться кто угодно. И, разумеется, еще глупее распивать с новыми гостями спиртные напитки, в которые можно подсыпать что угодно. Изобретательность грабителей не знает пределов. Например, недавно в Минске задержали вора, которому очень успешно помогал обыкновенный кот. С рождения Барсика натаскивали на купюры с моченной валерьянкой. Через год тренировок у зверя выработался рефлекс. Кот стал мгновенно находить помеченные деньги. Через газетное объявление вор искал людей, которые собирались продать дорогие вещи. Приходил под видом покупателя, расплачивался и ждал, когда хозяева уйдут. Дальше действовал Барсик. Его запускали в чужую квартиру и мохнатый помощник безошибочно определял местонахождение заначки. Надеюсь, наши советы помогут вам сберечь свое имущество. Непростые минуты пережили обитатели дома на улице Октябрьский городок. Вместо ужина и просмотра телевизора пришлось срочно спасать себя и имущество. Сообщение о том, что одна из квартир оказалась во власти огненной стихии, поступило вечером, в начале седьмого. Пожар начался на первом этаже, и уже скоро многочисленные жильцы пятиэтажки оказались в домовой ловушке. Одними из первых были спасены женщины с ребенком. Эвакуировать перепуганных людей пришлось с помощью лестницы. Хозяйку загоревшейся квартиры спасти не удалось. Она оказалась в самом ампицентре пожара. Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения мер безопасности и внимательности. Когда люди искусно апеллируют некими знаниями, толстыми талмудами и именами старцев, проще всего внедрить в православный мир новые идеи. Пока верующие разберутся, что к чему, количество участников псевдоправославной организации увеличится в несколько раз. И эта беда не обошла Рязанскую область. На территории деревни Тимохина Касимовского района активно действует так называемая царская православная церковь. Входят в нее бывшие священники, лишенные сана. Но, к сожалению, далеко не все понимают, что таинства и обряды, которые они проводят, не имеют духовной силы, а больше напоминают театрализованное действие. Это репортаж наших касимовских коллег, которые побывали на заседании миссионерского отдела и от представителей Рязанской епархии услышали, как обстоит дело на самом деле и какая опасность таится за громкими лозунгами царедворцев. Давно не секрет, что возглавляет Царскую православную церковь бывший клирик Московской епархии Александр Иванников. Он был выведен за штат по состоянию здоровья в 2009 году. Епископом, а потом и архиепископом Тимохинским, Иванников объявил себя самостоятельно. Пять лет назад патриарх Всея Руси Алексий II официально лишил самозванца священного сана. Они личность царя выводят на особый план. И когда мы говорим о царе-искупителе, то мы умоляем искупительный подвиг Христа. То есть это совершенно противоречит вероучению православной церкви. Но таких сообществ достаточно много. Каждый из них по-своему функционирует. Но вот Царская православная церковь, она вот до таких размеров смогла дорасти. Что же такое Царская православная церковь? Прежде всего в ней видится политическая подоплека. Это своя иерархия и, главное, свои законы. Это критика действий канонической Русской православной церкви и провозглашения монархизма. То есть, по сути, государство в государстве. Царская православная церковь – это секта псевдоправославная, которая организована в рамках, может быть, в рамках околоцерковных. Но, тем не менее, к православной церкви она никакого отношения не имеет. Напомню, что в 95-м году участники именно одной из псевдомонархических организаций совершили самый серьезный теракт в истории Японии – взорвали токийское метро. Попытка захватить власть тогда оказалась кровавой. Вполне может прослеживаться в идеологии этой организации какие-то и экстремистские тенденции. Что происходит сегодня в Касимовском районе? Местным жителям упорно навязывают учения о царе-искупителе. Сильно недоверчивых обрабатывает силовая составляющая организации. Есть неофициальные сведения, что основной спонсор и ближайший сторонник ЦПЦ Александр Афанасьев. Среди местных жителей идет молва, что он бывший активный член из Майловского организованного преступного сообщества, который отбывал уголовное наказание в Германии за организацию мошеннических схем по оформлению земельных участков. Говорят, он запугивает местных жителей и вымогает у них имущество в случае желания порвать ЦПЦ и уехать из деревни. На данный момент в деревне Тимохина проживают примерно сотни членов Царской Православной Церкви. На добровольные, в кавычках, пожертвования ведется активная производственная деятельность. Построена цеха по производству мебели, тротуарной плитки, гостиница, планируется запуск предприятия по переработке молока и мяса. Как правило, секты создаются для того, чтобы осуществить власть, для того, чтобы обогатиться. Но все это относительно верхушки организации. Здесь верхушка достаточно скрытая, потому что нам известен лидер этой организации здесь, в Рязанской области. Кто стоит над ним, не так просто сказать. Тем более, что очевидно, у организации достаточно много средств, которые она вкладывает и в развитие своей общины. Наблюдая за активной деятельностью, жителям все труднее разобраться, кому же все-таки верить. Тем более, что посильную помощь ЦПЦ оказывает бывшая глава Эвердузского сельского поселения Лидия Шереметьева. Именно при ее поддержке на должность директора местной школы претендовала одна из участниц псевдорелигиозной организации Екатерина Бутусова. А поддерживающие этот культ родители несколько раз предпринимали попытки организации факультативов по изучению религиозных дисциплин. Эти люди отрицают паспорта, штрих-коды, чипы, причем в категоричной форме. Если православная церковь свидетельствует о том, что личное дело каждого человека, принимать или не принимать подобные вещи, то царская православная церковь говорит о том, что человек не спасется, если примет на какие-то номера или паспорт или что-то еще. Справедливости ради заметим, что судебного решения о признании ЦПЦ религиозной сектой нет. Однако жители Касимовского района, не вдаваясь в юридические тонкости, из сторонников этой, с позволения сказать, религии в открытую называют сектантами и еретиками. А между представителями Царской Церкви и настоятелем храма Иоанна Предтечи, протеереем Игорем Пестовым, все чаще возникают конфликты. Он и его дети подвергаются оскорблениям и обвинениям в вероотступничестве. А в это время, пользуясь религиозной безграмотностью населения Касимовского района и по пустительствам местных властей, Александр Иванников продолжает вовлекать новых адептов в свою псевдо-православную организацию. Это что-то вроде метода кнута и пряника. Сегодня красочные обряды и елейные слова, завтра свои законы и безропотная армия людей, готовая беспрекословно им подчиняться. Изолированные сообщества, сектантские сообщества, они достигают такой цели, что человек разрывает все свои прежние связи, для того, чтобы можно было полноценно вовлекать его в свое сообщество, чтобы он был потерян и для общества, и для семьи, а жил, работал, действовал только на этих людей. Я напоминаю, что мы открыты для всех желающих высказаться. Если вы или ваши близкие попали под влияние сомнительной организации, обращайтесь в том числе и в нашу редакцию. Это были главные криминальные события минувшей недели. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте телекомпании город62.тв. Удачи на ближайшую неделю и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова